Формы жизни на Венере? Одинаковая яркость планет? Юпитер — это неудавшаяся звезда? Это немного необычный выпуск. Сегодня у нас три разные истории, на каждую из которых я не хотел выделять отдельный ролик, но который я хотел давно прокомментировать. Это мифы, заблуждения и просто странные истории, и их объединяет то, что все они касаются планет нашей Солнечной системы. Какие-то из них популярны, с какими-то я регулярно сталкиваюсь у себя в комментариях. Давайте начнем с самой простой, но, наверное, самой неочевидной истории. Что там не так с яркостью планет? Наверное, кому-то вообще даже сразу не будет понятно, в чем здесь вообще проблема, однако я часто сталкиваюсь с этим вопросом у себя в комментариях. Сразу скажу, что если вам знакомы принципы фотографии, вам это покажется элементарным, так в чем суть проблемы? Если планеты Солнечной системы находятся на разном расстоянии от Солнца, то почему на фотографиях, цитирую, они одной яркости? Логика примерно такая. Чем дальше какой-то объект находится от источника света, тем меньше света он получает. В случае с планетами Солнечной системы можно легко посчитать, насколько меньше света одна планета получает в сравнении с другой. Например, можно сравнить Землю и Сатурн. Среднее расстояние от Земли до Солнца равно одной астрономической единице, или примерно 150 миллионам километров. Ну а среднее расстояние от Сатурна до Солнца примерно 1 миллиард 434 миллиона километров. То есть чуть меньше 10 астрономических единиц, а в Афелии практически 10. Получается, если округлить, Сатурн примерно в 10 раз дальше от Солнца, чем наша планета. Ну а количество получаемого солнечного света будет обратно пропорционально квадрату расстояния. И если Сатурн в 10 раз дальше, то он получает в 100 раз меньше света. А потом люди смотрят на такие фотографии, и у них возникает вопрос. Почему Сатурн не выглядит в 100 раз тусклее? Мы тут даже не будем говорить о разной отражательной способности объектов, ведь тут дело просто в том, как работают камеры. История очень похожа на заблуждение о том, что на фото дневной стороны Земли и Луны должны быть видны звезды, о чем я уже давно делал отдельное видео. Камера может накапливать свет долго. Собственно, тут важен параметр выдержки. Как долго открыт затвор, и матрица или пленка накапливает свет. Управляя выдержкой и другими параметрами, можно легко сделать тусклый объект более ярким. Да на этом вообще построена вся астрофотография на долгом накоплении света. В конечном итоге, конечно, учитываются и другие параметры, такие как диафрагма и светочувствительность. Вот на этом кадре глобус справа освещен намного хуже. Но вот здесь, только за счет выдержки, я легко сделал так, чтобы глобусы выглядели примерно одинаково. Так что здесь все просто. Это заблуждение связано лишь с незнанием принципов фотографии. Следующая история мне кажется достаточно странной. Возможно, вы помните, как еще весной этого года в СМИ появлялись заголовки вроде «Ученые нашли признаки жизни на Венере». Понятно, что само по себе существование таких заголовков не удивляет. Мы про Нибиру и пришельцев видим каждый день. Но эти новости были в самых разных СМИ. Опять же, я недавно делал отдельный выпуск про, на первый взгляд, похожую ситуацию. О заголовках про признаки жизни на Марсе. Но и здесь есть отличия. В случае с Марсом в оригинальной статье не шло речи ни о каких признаках жизни. Это уже была, скажем так, мягкая интерпретация журналистов. Но тут совсем другая история. Вот оригинальная статья «Гипотетические признаки жизни на планете Венера». Да, тут про признаки жизни сразу в названии. Хотя, безусловно, и присутствует слово «гипотетические». Да, высказана лишь гипотеза. Но нужно посмотреть содержание. Человек, немного знакомый с темой, сразу заметит в авторах статьи астрофизика Леонида Васильевича Ксенфомолити. И для такого человека статья уже не будет столь удивительной. Ведь идеи Леонида Васильевича о гипотетической жизни на Венере были известны и ранее. Но кого-то может удивить присутствие среди авторов статьи Льва Матвеевича Зеленого, академика и члена президиума РАН. Ну а что же у нас в самой статье? Если кратко, суть статьи заключается в следующем. Идея номер один. Ученые ищут такую внеземную жизнь, которая нам известна и понятна. Но, возможно, внеземная жизнь не обязана быть водно-углеродной, а может иметь принципиально иную биохимию. В целом, идея не новая, и о так называемом углеродном шовинизме говорят нередко. Следующая мысль вытекает из предыдущей. Ученые не рассматривают поверхность Венеры как место, где может существовать жизнь, так как там условия, несовместимые с известной нам жизнью. Температура у поверхности свыше 400 градусов Цельсия. Атмосферное давление в 92 раза выше земного, а сама атмосфера состоит на 96,5% из углекислого газа, отсутствие кислорода и воды в жидком состоянии и так далее. А затем идут рассуждения о том, что гипотетически жизнь на Венере может иметь совсем другую биохимию и быть приспособленной к таким условиям. Ну, почему бы не поговорить о таком, как о гипотезе? Например, в качестве места, где гипотетически может существовать жизнь с другой биохимией, называют Титан. И такой вывод делается на основании измерения химического баланса в атмосфере и того, что что-то там, возможно, поглощает водород и ацетилен. Но это, пожалуй, тема для отдельного видео. Ну и главное, чем подкрепляются рассуждения о гипотетической жизни? В статье рассказывается о советских аппаратах программы Венера, которые пока единственные спускались на поверхность этой планеты. А конкретнее о снимках аппаратов Венера 9, 10, 13 и 14. И якобы на этих снимках можно разглядеть некоторые объекты, которые отличаются от окружающего ландшафта и похожи на некие организмы. И они даже двигаются. Снимки 40-летней давности обработали, цитата, с использованием новых методов, что улучшило их детализацию. Я попытался найти в статье подробное описание методов обработки или алгоритмов, и здесь еще одна странность. Вот что сказано о методах обработки. При обработке исходных изображений полностью исключались их какие-либо ретуширования, дорисовывания, дополнения и корректировка. Контрастность и яркость корректировались. Если структура изображения позволяла, то применялась операция повышения резкости вместе с низким уровнем размытия стандартных программ Microsoft Office системы Windows. Всего использовались до 16 различных кодов, в том числе программы, разработанные специально для обработки изображения Меркурия. Про эти 16 различных кодов ничего больше конкретно не говорится, а из того, что нам известно конкретно, снимкам потянули контраст и четкость. Можно ли так найти что-то принципиально новое? Ну мы можем посмотреть сами. Вот сравнение старой версии панорамы и новой. Изменили геометрию панорамы, цветовой тон, ну и, видимо, упомянутые контрасты резкость. Как мы видим, сложно сказать, что в новой версии какая-то радикально иная детализация. Это я еще не говорю о том, что просто вытягивая резкость, если у вас не современный сырой файл с огромным количеством информации, вы можете просто вытянуть шумы и артефакты, а не полезные данные. Но в этой статье, кроме рассуждений о гипотетической жизни с иной биохимией, основная аргументация строится именно на этих методах обработки. Ну и тут начинается самое интересное, и показавшееся мне странным. Перечисляются 18 объектов, которые предположительно могут быть некими гипотетическими организмами, потому что они внешне похожи на земные организмы и вроде бы немного перемещаются. Им даны кодовые названия, и это и ящерица, и грипп, и цветы, и скорпион, ну и тут я даже не знаю, что сказать. Камни, похожие на что-то живое. Где-то я это уже видел. Да, в трудах, в кавычках, уфологов, которые видят гуманоидов или кого-то еще в снимках с Марса. В общем, вот такая история. Статья, хоть и с показавшимися мне немного странными некоторыми стилистическими решениями, но все-таки в научном журнале. Правда, только в русскоязычном. Успехи физических наук. В общем, как бы мне не хотелось, чтобы ученые нашли внеземную жизнь, эта статья меня не убедила, а история по-прежнему удивляет. Я, конечно, даже близко не рецензент научных статей, но эта история показалась странной не только мне, а еще и нескольким астрофизикам, с которыми я обсуждал эту статью. Ссылку на статью оставлю в описании, сможете посмотреть ее полностью сами. Ну а с Юпитером история известная. Достаточно часто можно услышать, как его называют неудавшейся звездой. На это есть некоторые причины, но все же, почему так говорить не совсем корректно? Начнем с того, почему так говорят. В первую очередь, это, конечно, химический состав. Большая часть массы Юпитера, как и у Солнца, да и у других звезд, это водород и гелий. Еще я бы отметил тот факт, что наша Солнечная система, имеющая лишь одну звезду, находится скорее в меньшинстве среди звезд-одиночек. А большая часть звезд нашей галактики находится в двойных, в тройных и системах большей кратности. Ну а так как Юпитер самое массивное тело после Солнца в нашей системе, можно подумать, что он больше всего подходит на роль такого компаньона. Причина, по которой Юпитер не является звездой, недостаточная масса. Да, состав у него такой, что будь он во много раз массивнее, в нем теоретически могло бы быть достаточно высокое давление и температура, чтобы запустить термоядерные реакции синтеза водорода в гелий и в классическом смысле стать звездой. Но насколько массивнее нужно быть Юпитеру? Может быть, в два раза? Или в четыре? Недостаток массы огромен. Масса Юпитера всего лишь около одной тысячной массы Солнца. Правда, сравнивать нужно не с Солнцем, а с наименее массивными звездами. Это красные карлики, и их массы могут варьироваться от 50 до 8% массы Солнца. А в случае со звездой SCR 18456357, возможно, даже до 7% солнечной массы. Считается, что Юпитеру нужно было бы быть по крайней мере в 80 раз массивнее, чтобы запустить постоянные термоядерные реакции в ядре. Так что очень уж далеко ему до звезды по массе. Но и это еще не все. Кроме массы, у Юпитера еще и отличается процесс формирования. Звезда появляется, когда часть гигантского молекулярного облака газа и пыли коллапсирует по действиям гравитации. В центре образуется протозвезда, запускаются ядерные реакции, и возникает звезда. А оставшееся вещество образует плоский протопланетный диск вокруг звезды. Подробнее обо всех этих процессах я уже рассказывал в отдельном видео. Планеты же появляются не из-за коллапса облака, а в этом протопланетном диске. Что же касается газовых гигантов, кем является Юпитер, мы точно не знаем, как они формируются, но есть две основные версии. Согласно первой версии, в протопланетном диске, из более тяжелых элементов сначала формируется твердое ядро массой в 10-20 земных. А потом это ядро притягивает на себя газ из протопланетного диска, многократно увеличивается масса, и таким образом появляется планета – газовый гигант. Вторая версия – это модель нестабильности диска. Согласно ей, в протопланетном диске под действием гравитации появляются более плотные сгустки, из которых формируются планеты-гиганты. Если уж нам так хочется использовать это словосочетание – неудавшиеся звезды – скорее на их роль подойдут коричневые карлики, которые, во-первых, вероятно, образуются подобно звездам в коллапсе газопылевого облака, а во-вторых, по массе могут быть намного ближе к полноценным звездам. Например, масса первого подтвержденного коричневого карлика ТД-1 в районе 55 масс Юпитера. Ну и напоследок в коричневых карликах даже могут возникать временные термоядерные реакции. О коричневых карликах, я думаю, еще сделаю отдельный выпуск. Списки мифов и заблуждений о космосе обычно достаточно стандартные, поэтому если я и буду делать подобные выпуски в будущем, хотелось бы делать что-то интересное. Поэтому, если у вас есть предложения по конкретным мифам, заблуждениям и просто странным историям, пишите их в комментариях. Также можете предлагать темы, на которые можно сделать подобную подборку, как в этот раз были планеты Солнечной системы. Ставьте лайки и оставляйте комментарии, чтобы этот ролик увидело больше людей. Ну и спасибо всем, кто поддерживает меня на Патреоне, на Ютубе и всеми другими способами. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!